На парковой территорию домов с 23 по 27 объединили в один двор. Такой подход на практике оказался весьма удачным. Хватает места и для детских спортивных площадок, и для парковок. Без них сегодня никуда. Сейчас в активной стадии. Мы уложили самое главное основание, подготовили. Первый, второй слой асфальта положили. Остались небольшие недоделки, которые будем поправлять. Вчера дождик прошелся, показал качество работы. Есть в определенных местах лужи, которые будем исправлять. Малые архитектурные формы заказаны. Жители этих домов просили сохранить деревья, которые они сажали сами, а также тропинку, по которой привыкли ходить. Казалось бы, мелочь, но от нее зависит комфорт жителей. Зампред госсобрания Рустем Ахмадинуров в свою очередь просил учесть все пожелания людей. Раз люди привыкли здесь ходить, они все равно будут ходить? Дополнительно можно сделать. Айрат, предусмотрена уже. Предусмотрена? Будет она, да. Тогда я сама документы оформляла. Ну будет, будет. Просто вы заметьте, айрат, ладно? Принято. В первой декаде августа здесь появятся малые архитектурные формы, более известные, как скамейки, урны и другие элементы благоустройства. Затем резиновое покрытие на спортивной площадке. Установят оборудование для детских игровых зон, высадят кустарники и газоны. Здесь тренажеры у нас будут стоять, здесь детская, здесь тоже тренажерная часть. Одна из них будет воркаут. Здесь покрытие такое? Резинка, резинка. Всюду резинка. Глава города контролирует ход работы. Особое внимание обращая на болевые точки любого двора. Размещение контейнерных площадок, особенно после недавних событий. Завалы мусора вблизи дома никого не порадуют. Это контейнерная площадка? Это контейнерная площадка. Тут вопросы тоже были? Да, раз и два. С жителями встречались, общались. Эльдар Хамдзевич выезжал. Будем смотреть. То есть уже по работе регоператора будет видно. На улице Нефтяников 25 работа тоже кипит. Дворик здесь небольшой, но способен вместить многое. Кроме детских и спортивных площадок, здесь запроектировали несколько необычных объектов. Одна часть спортивная площадка, хозплощадка будет и общественный огород. Вот буквально четыре сегмента. Общественный. Хорошо сад придумали. Это хорошая история. Мы будем смотреть, как это зайдет. Вообще дело, может, не пойдет, да, может быть, еще в других. Вот эти бабушки, они как раз в эту позицию будут, цветы будут. Как зайдет. Как зайдет. Потому что полисадники тоже разные бывают. То есть где-то, да, есть ухоженные, вопросов нет. Украшением двора уже служит летняя эстрада для любительских концертов и других встреч соседей. Ее, конечно, сохранили. Двор ожидает асфальтирования всех дорог. И постараются обеспечить жителей максимально возможным количеством парковок. Ко дню города башкирские дворики должны быть готовы.